Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня речь пойдет о хрустале. Я решила навести порядок в стенке, перемыть посуду. Взяла в руки хрусталь и задумалась. Это покупали мои родители во времена дефицита, когда, в общем-то, ничего было невозможно купить. В советские времена этот хрусталь у нас доставался из серванта, ставился на стол, сверкающие бокалы и рюмки. Сегодня эта посуда незаслуженно забыта и пылится, убранная куда-то на полке. Хрусталь вытесняют стекло и пластик. Но это все равно, что сравнить, предположим, бриллиант со стразами. Они несравнимы. У нас хрусталь выпускается на заводе Гусь Хрустальный. Завод с вековыми традициями. И изготавливается там посуда вручную. Недаром иностранцы ценят нашу посуду. Они-то знают в этом толк. Поэтому у меня рука, честно говоря, не поднимается кому-то отдать этот хрусталь, а тем паче выбросить. Например, на Новый год мы всегда пьем шампанское вот из этих бокалов. Вот из этих. Посмотрите, какой у них звон. Никакие бокалы так не звенят, как эти. Настоящий хрусталь должен звенеть 4-5 секунд. Но похоже, что настоящий. Когда я с дачи привожу пионы, ни в какой вазе они так красиво не смотрятся, как в хрустальной. А розы? А розы и хрусталь вообще созданы друг для друга. А фрукты? Ни в какой вазе они так не смотрятся роскошно, как в хрустальной. Стол, сервированный хрусталем, всегда нарядный. О, главный ценитель хрусталя подал голос. Что-то он заскучал. Так что, дорогие мои, не торопитесь прощаться с хрусталем. Не выбрасывайте его. Честное слово, он этого не заслуживает. Вот о чем вдруг мне подумалось, когда я перемывала посуду в стенке. И я решила снять это коротенькое видео. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok